Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем уроки по естествознанию, и темой нашего сегодняшнего урока является температура воздуха, ветер, осадки, а также значение воды для планеты Земля. Итак, ребята, что такое погода? Это понятие, с которым мы сталкиваемся каждый день, которое мы слышим каждый день с экранов телевизоров. Итак, погода — это физическое состояние атмосферы или климатической системы Земли в данной точке земного шара в данный момент времени. Итак, какие бывают характеристики погоды? Это температура, влажность, облачность, направление ветра, скорость ветра, количество осадков и другие. Ребята, что же такое температура? Это состояние воздуха, определяющееся степенью нагрева или остывания. Почему меняется температура воздуха в атмосфере? За счет чего воздух то теплый, то холодный. Чем выше поднимаешься вверх, тем ближе к солнцу. Так вот, на вершине должно быть теплее, чем у подножья. Но почему? Чем выше, тем холоднее. Давайте ответим на этот вопрос. Солнечные лучи проходят сквозь атмосферу, не нагревая воздух, потому что воздух прозрачный. Солнце нагревает поверхность земли, а от поверхности нагревается сам воздух. Теплый, нагретый от почвы воздух поднимается вверх, слои воздуха перемешиваются. Итак, как происходит последовательность нагрева воздуха? От лучей солнца нагревается поверхность земли и далее нагревается воздух. Термометр это прибор для измерения температуры воздуха. Посмотрите, пожалуйста, вот так вот выглядит график температуры в городе Бишкек. Красным выделены максимальные температуры в месяце январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А синим выделены минимальные температуры, средние. Итак, смотрим, что же интересного происходит? На нашей планете есть так называемый парниковый эффект. Что это такое? Смотрите, пожалуйста, что солнце отдает свое тепло, которое достигает земной поверхности. Солнечная энергия поглощается земной поверхностью и нагревает ее. Часть инфракрасного излучения теплового, она должна отражаться назад, и под прямым эффектом этого становится нагревание поверхности земли и тропосферы. Но в результате того, что в атмосфере присутствуют парниковые газы, то часть тепла обратно отражается в атмосферу. В настоящее время человечество выбрасывает большое количество парниковых газов. Это такие, как углекислый газ или метан и многие другие. В результате этого концентрация парниковых газов возрастает, и поверхность земли все более и более нагревается. Итак, ребята, что же такое количество осадков и влажность? Различные виды осадков характерны для данной местности. А влажность – это содержание водяного пара в воздухе. Осадкомер – это прибор для измерения количества осадков. А гигрометр – это прибор для измерения влажности воздуха. Облачность – это состояние неба, которое характеризуется наличием и видами облаков. Это у нас фотография переменной облачности, а это сплошная облачность. Итак, ребята, различают перистые облака, слоистые облака, кучевые облака, слоисто-дождевые облака, грозовые облака. Что же такое осадки? Осадки – это вода, которая выпадает в атмосфере из облаков или воздуха. Чем отличаются осадки? Из облаков при определенных условиях выпадают дождь, снег, град. В случае резкого похолодания из воздуха начинается выпадение таких осадков, как туман, роса, а при отрицательных температурах и не изморозь. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот это град, который может начаться летом либо весной. Так выглядит снегопад. Туман образуется при резком похолодании воздуха. Капельки воды покидают воздух и висят. Ветерок поднимает их вверх, образуется облако. Роса и иний выпадают из воздуха. Человек издавна использовал ветер. Посмотрите, пожалуйста, это ветряные мельницы или, например, парусник. Древние корабли ходили именно под парусами. Что же такое ветер? Ветер это движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер и ураганы, ребята, это оказывается заслуга лесов. Все великие реки мира это результат действия лесного насоса атмосферной влаги. Но нарушение лесного покрова приводит к изменению направления ветра. Он начинает дуть не с моря на сушу, а с суши на море, что приводит к окончательному опустыниванию. Давайте еще раз посмотрим, как происходит распределение влажности над материками. Итак, именно естественные леса засасывают влагу из океанов. Далее испаряют ее, и ветер ее переносит вглубь океана. Если естественного леса не будет, то, соответственно, океан будет высасывать влагу из материка. Так произошло в том месте, где сейчас образовалась пустыня Сахара. Вода из океана не засасывается на континент, а наоборот высасывается. Ребята, жизнь создает условия для жизни. Только нетронутые природные сообщества создают условия для собственного благоприятного существования. Нетронутые природные сообщества формируют, стабилизируют, регулируют климат, привлекают осадки и очищают воду. Эти условия могут поддерживаться в достаточно узком диапазоне, благоприятным для существования жизни в целом в течение нескольких миллиардов лет. Поэтому так важно сохранять нетронутые природные сообщества на нашей планете. Итак, ветер бывает разный по направлению северный, южный, западный, восточный. Определить направление помогает флюгер. Это прибор, показывающий направление ветра. Но ветер также бывает разный и по силе. Смотрите, пожалуйста, это ураган. А это бриз, ветер, который меняет направление два раза в день. Торнадо – это ураганный ветер Северной Америки. Самум – это сухой, жаркий, сильный ветер, пустынь в Африке. Муссон – это устойчивый, периодически меняющий свое направление ветер летом с моря на сушу, зимой с суши на море. Особенность, что летом он приносит обильные осадки. Посад – это постоянный ветер, дующий в сторону экватора. Бора – это холодный, северо-восточный, сильный ветер, который может вызвать оледенение. Посмотрите, пожалуйста, какими могут быть страшными последствия урагана. Человек и сейчас использует ветер. Это у нас ветровые электростанции, а также для развлечения в виде серфинга или путешествия на воздушном шаре. Ребята, что же такое молния? Молния – это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющейся яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает от 10 до 100 тысяч ампер, напряжение миллионов вольт, иногда достигает 50 миллионов вольт, тем не менее погибает после удара молнией лишь 47,3 процента людей. Гроза – это атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом или шквальным усиленным ветром. А теперь давайте посмотрим, каково же значение воды на нашей поверхности. Итак, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты есть такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснишь только нашими пятью чувствами. Ты нам возвращаешь силы и свойства, на которых мы давно уже поставили крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца. Ты – величайшее в мире богатство. Ребята, так Антуан Сент-Экзюпери говорил о воде. Итак, жизнь человека всегда была связана с водой. Две трети поверхности Земли занимают океаны, моря, пруды и различные водохранилища. Всего на Земле имеется полтора миллиарда кубических километров воды. Вода – самое распространенное неорганическое соединение на Земле. Так, например, всем известно, что вода существует в природе в трех агрегатных состояниях – в твердом, жидком и в виде пара. Но сейчас уже выделяют более 20 состояний воды, из которых только 14 – это вода в замерзшем состоянии. Удивительно, но вода – это единственное вещество на Земле, плотность которого в твердом состоянии меньше, чем в жидком. Именно поэтому лед не тонет, а водоемы не промерзают до самого дна, разве что при экстремально холодных температурах. Еще один факт – вода – универсальный растворитель. По количеству и качеству растворенных в воде элементов и минералов ученые выделяют приблизительно 1330 видов воды. Минеральная и талая, дождевая и роса, ледниковая и артезианская. Этот список можно продолжать и продолжать. Живой организм постоянно расходует воду и нуждается в ее пополнении. Например, человеку в сутки требуется более двух литров воды. 40-45 суток человек может прожить без еды, а вот без воды он не проживет и несколько суток. Посмотрите, пожалуйста, звериные тропы в лесу ведут к водоемам. Верблюд может прожить без воды 10 дней, но он может выпить сразу 10 ведер воды. Тополь выпитывает 2000 ведер воды в год. Подсолнух выпивает 20 ведер воды за лето. Водой заполнены ручьи, реки, озера, моря, океаны. После дождя кругом много воды, лужи, капли воды на листьях и траве, но вскоре нет и их. Куда девалась вода? Она испарилась. Вода превращается в пар в любое время года, даже зимой в большой мороз. В воздухе образуются мельчайшие капельки или кристаллики льда. Они образуют всем знакомые облака. Воздушные течения, пары воды или облака над землей, накопившаяся в них влага, выпадают в виде дождя или снега на землю. Это явление называется круговорот воды в природе. Посмотрите, пожалуйста, испарение воды происходит на поверхности водоемов. Это океаны, моря, реки, озера. Вода конденсируется в виде облаков. Часть воды, как мы уже говорили, засасывают естественные леса. Они воду эту накапливают, далее ее также испаряют, и она переносится дальше ветром. Вода выпадает из облаков в виде атмосферных осадков и далее стекает в виде рек в водоемы. Значение круговорота воды в природе просто огромна. Именно этот процесс позволяет животным и растениям получать столь необходимую для их жизни и существования влагу. Моря и океаны, реки и озера. Все водоемы играют важнейшую роль в создании климата той или иной местности. А высокая теплоемкость воды обеспечивает комфортный температурный режим на нашей планете. Вода играет одну из ключевых ролей в процессе фотосинтеза. Не будь воды, растения не могли бы перерабатывать углекислый газ в кислород, а значит воздух был бы непригоден для дыхания. Главный потребитель воды на Земле это человек. Не случайно все мировые цивилизации формировались и развивались исключительно вблизи водоемов. Тело человека тоже состоит из воды. В теле новорожденного до 70 процентов воды, в теле пожилого человека более 50 процентов воды. При этом известно, что без воды человек не выживет. Так, когда у нас исчезает хотя бы 2 процента воды из организма, начинается мучительная жажда. При потере более 12 процентов воды, человеку уже не восстановиться без помощи врачей. А потеряв 20 процентов воды из организма, человек умирает. Вода является для человека исключительно важным источником питания. По статистике, один человек за год потребляет до 60 тонн воды только для питания. Именно вода доставляет к каждой клетке нашего организма кислород и питательные вещества. Благодаря наличию воды наш организм может регулировать температуру тела. Вода также позволяет перерабатывать пищу в энергию, помогает клеткам усваивать питательные вещества. А еще вода выводит отходы из нашего тела. Человек повсеместно использует воду для своих нужд, как для питания, так и в сельском хозяйстве, и для различных видов производств, и для выработки электроэнергии, для активного отдыха, для закаливания, для совершенствования физического развития. Ребят, и в конце урока давайте посмотрим основные законы, которые регулируют жизнь на нашей планете. И мы должны с вами четко их соблюдать. Прежде всего, все связано со всем. Все должно куда-то деваться. Природа знает лучше. Ничто не дается даром. Итак, в качестве домашнего задания приготовьте, пожалуйста, рассказ о грозных явлениях природы. Например, о вихре, смерчах, грозах, метелях, гололёде. А также напишите, пожалуйста, какое значение вода играет в вашей жизни. Ребята, ссылки на дополнительные материалы вы можете отсканировать к юар-код и попасть на сайт, где вы можете посмотреть передачи экологично, почитать больше о биотической регуляции, о сохранении биоразнообразия и посмотреть выступления нашего известного профессора Эмилия Джапаровича Шукурова. Ссылка на дополнительные материалы. Ребята, вы все огромные молодцы. Я вас благодарю за работу и спасибо большое за урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин